Здравствуйте, меня зовут Юрий Спасакукоцкий. Я продолжаю рассказывать вам, как похудеть и как улучшить свою фигуру, что даже гораздо больше, чем просто похудеть. Занимаясь прямо дома, по моей системе, для дома без тренажеров и придерживаясь несложного плана питания, который я тоже даю. И многим интересно, какой сегодня у меня вес. Сегодня у меня вес 95-800. Как же так, спрашивают люди. В прошлый раз ты похудел на 2 кг с прошлого урока, а в этом уроке ты показываешь, что результат всего лишь 100-200 граммов. Дело в том, что, во-первых, мы не худеем, мы улучшаем фигуру. Зачем мы делаем физические упражнения, кроме того, чтобы просто соблюдать диету? Чтобы мы не просто теряли по весу, на весах, наш лишний жир должен уходить, но мышцы должны оставаться. И для этого мы делаем физические упражнения, чтобы не просто худеть, а чтобы фигура улучшалась. Поэтому вес в любом случае будет уходить неравномерными рывками. То есть, одну тренировку вес может стоять, один период времени, один-два дня, три дня. Вес может и не уменьшаться даже при соблюдении диеты, но это не значит, что вы не сжигаете жировую прослойку. А теперь давайте посмотрим, проведем контрольное взвешивание и посмотрим, какой вес у меня сегодня. Вот, я остановлюсь на весы. И мы видим, что вес стал еще меньше, чем он был в прошлый раз, но незначительно. Многие спрашивают, чем можно наполнить вашу сумку, если нет песка? И какого оно должно быть веса? Ну, вес надо подбирать так, чтобы вы могли выполнить заданное количество повторений, испытывая при этом ощущение отказа. То есть, последние повторения должны делаться с трудом при соблюдении хорошей техники. А наполнять ее можно чем угодно. Вот, вы видите, у меня есть тут бутылки, наполненные водой, мои аминокислоты, термос. То есть, все, что имеет вес, если нет песка, старайтесь равномерно распределить предметы по сумке, чтобы она была заполнена равномерно. Иначе получится, что вес болтается и мешает вам правильно делать упражнение. То есть, сумка должна быть наполнена плотно и равномерно. Ну что, начинаем нашу тренировку. Вы помните, что начинающие отжимаются с колена. Отлично! 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 Отлично, и третье упражнение развивает поясницу. Если мы хотим усложнить, то берем вес за голову. Ух, это был первый пресет. Если у вас нет дивана, в том помещении, где вы находитесь, или кресла, всю эту же комбинацию можно сделать и стоя. Отжимания слотком, точнее с подбывом. Тресетарный жжем, очень сложное упражнение. Сначала встаем, и только потом вжим. И глубокий присед. И наконец наклоны. Берем нижнюю часть сумки, захватываем. Ноги поуже, спина идеально ровная. Заканчиваем мышечный газет спины. Вот такая вот убийственная комбинация, поэтому начинающий даже делать перерывы между сетами и меньше веса и повторения. Поехали. Снимание. Поехали. Жаль. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Не знаю как вы, а у меня пересохло во рту и я чувствую потрясающую интенсивность, которую я развил, занимаясь 15 минут с обычной сумкой. Я шикарно почувствовал свой пресс, свои дельтовидные мышцы, когда я делал жимы головой. В приседаниях у меня убились ягодичные мышцы и бодрицепсы, на клонах убились мышцы спины. То есть я укреплял свой мышечный корсет. Надеюсь, что вам понравилось. И вы тоже будете ждать с нетерпением следующий выпуск. И мы снова будем с вами вместе работать над похудением. И в следующий раз я похудею больше, чем на 150 грамм, как на этом занятии. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok